Омнамо Бхагавате Васудэ Вая, Омнамо Бхагавате Васудэ Вая, Шримад Бхагаватам, 1.10.36 Татра-татра-ха-татра-тьяйр, Харих-пратью-зья-тар-ха-нах, Саям-бэджэ-дишам-пашчат, Гавишто-гам-гатас-тада. Литературный перевод и вторая часть комментария. Читаем второй абзац комментария. В человеческом обществе Господь делает то, что входит в обязанности каждого. Но иногда он совершает нечто экстраординарное, то, чему живое существо не должно подорожать. Живое существо должно следовать его примеру, вознося по вечерам молитвы, как это описано в данном стихе. Но оно не в состоянии, как он, поднять холм или повторить его танец с гопи. Невозможно подорожать солнцу, которое может извлечь воду даже из грязи. Самый могущественный может делать то, что будет благом для всех. Но если мы станем имитировать его поступки, мы окажемся в очень затруднительном положении. Поэтому всегда, что бы мы ни делали, мы должны советоваться с опытным наставником, духовным учителем, проявлением милости Господа. И тогда путь к совершенству будет для нас открыт. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе первой песни Бхагаватам, которая называется «Отъезд Господа Кришны в Двараку». Ома гена тимирандася, гена джана шалакая, чак шур он милитам ена, тасма и шри Гураве намага. Шри Чтаня манох пиштам стапитам ена бутале, свая рупа Кадама, ямда дать и свапа дантикам. Ванча калпатарубе с чакри по асинубе эвача, по титанам паван и бьё, вайшнау бьё намага. Когда он приезжал через эти провинции, жители приветствовали его, поклонялись ему, приносили различные дары. По вечерам Господь, где бы он ни был, останавливался, чтобы совершить вечерние ритуалы. Он неизменно делал это после захода солнца. В книге Кришна, которая раньше называлась «Источник вечного наслаждения», мы находим упоминание о том, какова была у Кришны садана. Там описывается, что он рано-рано утром просыпался, а это было в Двараке, когда были все эти дворцы и жены. И он покидал это супружеское ложе, чем вызывало огорчение у своих многочисленных вот этих вот жен, цариц Двараки. Каждая из них думала, что Кришна только с ним. И он покидал это ложе супружеское, начинал медитировать на самого себя. Как, например, мы повторяем Гайя Три Мантры три раза в сутки. А у Кришны выбора-то нету, поэтому ему приходится медитировать на самого себя. Он подает пример. И об этом же говорится в сегодняшнем тексте. Тут говорится про вечерние ритуалы, но также, конечно, есть еще утренние и дневные. И когда в этот мир приходит Господь, а также когда в этот мир приходят Его представители, то их деяния можно классифицировать как минимум на две категории. Это те действия, которые Господь или Его представитель подает, показывает нам, чтобы мы следовали этому. И другая категория – это когда Он что-то делает и при этом делает оговорку. Он говорит, не надо так делать, как я. Не надо. И в каких-то случаях, конечно, очевидно, что мы не сможем последовать чему-либо примеру. Например, вряд ли мы сможем поднять этот холм Гавардхан. Кстати говоря, день, которого мы отмечали не так давно. Но иногда какие-то поступки Господа или какого-нибудь полубога или какой-нибудь могущественной личности начинают привлекать внимание начинающего, практикующего. И он начинает думать, что можно этому подражать. И тогда, по своей милости, Господь, а также Его представители делают эти оговорки. Не надо, как я. Не надо, как я. Например, Шрила Прупада говорил про себя. Я могу проповедовать так, как я проповедую. Критиковать, ругаться. Собаки, кошки, демоническая цивилизация и так далее. Я все это могу, потому что он объяснял это. Он объяснял как бы внешнюю сторону, внешнюю причину того, почему он это мог делать. И также существует внутренняя причина, и мы назовем обе. И внешняя причина, он объяснял ее таким образом, что я пожилой человек, я старый человек. И поэтому это вполне предсказуемо, что пожилые и старые люди ворчат. Ворчат по поводу того, что происходит. Они постоянно чем-то недовольны. Вот, в наше время, когда мы были молодые, все было совсем по-другому, все было так хорошо, а теперь все плохо. И солнце даже не так светит, и трава не такая зеленая, и сладости не такие вкусные и так далее. И люди какие-то не те. И все на свете. То есть это возрастное. Шрила Прупада объяснил это таким образом, что мне можно, потому что я пожилой человек. И в этом есть определенная доля истины в таком объяснении, потому что здесь речь идет об общественных ожиданиях. Действительно, у людей есть определенные ожидания, общественные ожидания, в зависимости от того, какого возраста человек, какое он положение занимает в обществе. Тогда человеку позволено и дозволено играть ту или иную социальную роль. Но также есть еще и внутренняя сторона этого явления. И она заключается в том, что Шрила Прупада Джагадгуру всего этого мира, Джагадгуру Вселенной. И у него есть полномочия, будучи, так сказать, представителем Верховного Отца, тоже от имени этого Отца, будучи Джагадгуру, от имени этого Верховного Отца Господа Кришны, назидать людей, получать людей, отчитывать людей, самых разных и преданных, и своих учеников. И людей, которые просто встретились ему на пути Шриле Прупаде, и мы это можем обнаружить в книге «Наук самосознания». Там Шрила Прупада беседует с разными учеными, иногда он говорит кому-нибудь из них, а? Что? Простите. Чего? Чего простите? Я микрофон не выключил, простите. Это ничего страшного, всякое бывает в жизни у людей, не переживайте. И в «Науке самосознания» там есть разные истории, разные беседы. Шрила Прупада беседует с разными учеными, и иногда, по-моему, там есть пару раз в этой книге «Наука самосознания» Шрила Прупада обращается к какому-нибудь ученому и говорит, что вот такое-то мнение, которое этот ученый высказывает, глупое, или что сам ученый глупый, или что это неразумно, или еще что-то в этом духе. И они соглашаются. Они соглашаются. Почему они соглашаются? Потому что чувствуют вот эту вот любовь безусловную и принятие, которое есть в сердце. В сердце Господа Кришны по отношению ко всем живым существам и в сердце Шрила Прупады тоже. То есть, если человек берется кого-то отчитывать, то тут нужно обязательно следовать вот этому принципу, который Пурначандра Махарадж выразил в своей книге, которая называется «Скрытые препятствия на пути Бхакти». В самом начале, в самой первой главе, эта аналогия приводится, там приводится аналогия с горшечником. Если горшечник делает эту заготовку, то он не только ударяет по внешней стороне этой заготовки, он еще придерживает ее изнутри, чтобы она не деформировалась. Точно так же и когда гуру приходится кого-то отчитывать, то он это подкрепляет и сглаживает, амортизирует при помощи чего? При помощи вот этой вот фоновой, но очень глубокой любви и принятия по отношению к своим ученикам. И благодаря этому, собственно говоря, нам и удается от своих духовных учителей принять их порой очень сильные утверждения. Очень сильные утверждения. Так или иначе, Шрила Прупада милостиво объясняет, что делать надо, что делать не надо. Он ачария-основатель, это его титул. Ачария означает, он подает пример своим поведением. Но если не будет просто объяснений, а будет просто пример, просто ачар, то тогда из этого ачара, из этого поведения можно сделать какие-то свои выводы. Поэтому он также дает определенные наставления, и он объясняет, что делать, что не делать. И задает тем самым основу, основатель, тот, кто задает основу, задает основу духовной практики каждого из нас на грядущие. Сколько тысяч лет? Правильно, 10 тысяч лет. Правильно. То есть, вот это основа, долгосрочная основа. И, соответственно, есть два термина, которые называются анукараном и анусараном. Анукараном и анусараном – это два подхода к тем или иным наставлениям, или тому или иному образу действия, который мы наблюдаем в других людях. Анукараном происходит от корня коранам. Анукараном – это означает совершать действие. И анусараном – сара означает суть, квинтэссенция. И, соответственно, слово анукараном означает имитация или подражание, когда человек, наблюдая, как кто-то что-то делает, пытается воспроизвести эту внешнюю форму. Анукараном – это означает суть или квинтэссенция. Это означает, он понимает суть, он понимает, что стоит за тем или иным поступком того саду или того гуру, за которым он старается следовать. И анусараном означает, что он не просто копирует какую-то внешнюю форму, а он получает от гуру те наставления, которые соответствуют его текущему уровню духовного развития. И следует именно этим наставлениям, потому что, опять же, далеко не все, что мы наблюдаем вовне, в поведении гуру или в поведении саду, применимо для нас и актуально для нас. И здесь, в этом абзаце, который мы сейчас прочитали, говорится, чему невозможно подражать. Кришну сравнивают нередко с солнцем. И вот невозможно подражать вот этой способности солнца извлекать воду даже из грязи. Очищающее качество. Очищать. Что очищать? Воду. То есть вода выпаривается, остается грязь на земле, а вода уходит куда? В облака. И об этом качестве Господа, говорится, в Шриш-Панишат, вот в этом вот восьмом тексте, здесь перечислены разные качества Господа. И вот эти вот два качества нас сейчас особо интересуют. Шудгам и Апапавидгам. Шудгам означает чистый, Апапавидгам означает, его не затрагивает папа, то есть грех. И Шрила-Парупада, поскольку он имеет в своей биографии вот эту вот медицинскую, фармацевтическую составляющую, то, конечно, интересно, что слово Шудгам он здесь переводит как антисептический. Антисептический, то есть тот, кто действительно очищает, то есть Господь, Кришна, Он какой? Он антисептический. Каждый очистится, соприкасаясь с неотличным от Него святым именем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Хари. Два воздействия Господа. Шудгам означает очиститься от того, что уже у нас есть. А Апапавидгам означает предохраняет от греха, это означает не дает снова заморяться. Представляете, да? Два эффекта. Тут много разных качеств перечислено в этом тексте, но нас сейчас вот в контексте этого текста сегодняшние шоки интересуют в первую очередь эти два, как это сказать, эти два, две характеристики. Две характеристики. И он поднял холм, пишет здесь Шрила Парупада в комментарии, не упражняясь в поднятии тяжестей, понимаете? То есть ему не надо было тренироваться, он с легкостью это сделал. И, то есть, вот написано чуть выше, нельзя сказать, что он обрел такое могущество, прилагая для этого какие-то особые усилия. Еще интересный момент, касающийся этого, описывается в, вот в этой вот истории, когда он поднимает холм, 25 глава 10 песни Бхагаватам. Он поднимает его так же легко, так же легко, как ребенок поднимает с земли гриб и говорит, матушка, отец, жители, врачи, если вам угодно, можете зайти под этот холм вместе со своими коровами. Вы не должны опасаться, что я не смогу удержать эту гору на своей руке. И, пожалуйста, не бойтесь ветра с дождем, можете считать, что вы уже спасены. И они, значит, там зашли под этот холм, стояли там неделю и не сводили глаз с Кришной. Представляете, какие интенсивные духовные эмоции, какая плотная связь с Кришной, что они смотрели на Кришну неделю, не отрываясь и ничего не ели. Вот так. Вот это сложно себе представить. Здесь, конечно, в Бхагаватам, в этой 25 главе 10 песни не упоминается. Но есть другие источники, тоже авторитетные, в которых рассказывается о том, что мальчики-пастушки даже говорили в период, в течение этой недели говорили Кришне иногда, «Слушай, ты устал, наверное, давай, давай там вот Субал или Маду-Мангал или кто-нибудь еще подержит холм вместо тебя, а ты отдохни немножко. Мы же с тобой, это, поединки были, да, вот игры были, мы тебя даже забарривали иногда, так что мы тоже сильные, мы сможем этот холм держать». Вот. А Кришна такой говорил, «Нет, нет, нет, нормально, нормально, я не устал, все хорошо». Вот. И Индра понял, он увидел это мистическое могущество Кришны, был поражен, понял, что приказал облакам остановиться. А дальше, дальше он, Господь Кришна, он сказал всем, попросил всех выйти из-под этого холма, из-под Гавархана, и потом на глазах у всех он непринужденно поставил этот холм на прежнее место, как тот всегда и стоял. И интересный момент, касающийся вот этого слова «непринужденно». Если мы посмотрим пословный перевод, то мы обнаружим, что это слово «непринужденно» выражено здесь словом «лилая», то есть «играючи». «Лила» — это его «лила», это его игра. Да. И ситуация игры заключается именно в том, что тут нет никакой принужденности, здесь нет мышечного напряжения, здесь нет вот этого трудового пота. Просто Кришна, мы уже сейчас прочитали с вами только что, он не тренировался, он просто взял раз и поднял этот холм. Взял и поднял этот холм. И какой мы вывод из этого можем сделать? Мы можем сделать из этого вывод, что... Ну какой вывод можно из этого сделать? Что мы это не он. Очень правильный вывод. Мы это не он. И да, ну еще из этого можно сделать такой вывод, что если мы к нему обратимся за защитой, то он может защитить нас, вполне может защитить нас. И для этого ему никакие сверхусилия не нужны. Другое дело, что ищем ли мы защиту у Господа. То есть ищем ли мы у Него прибежище. И поэтому мы вот повторяем каждое утро. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И пытаемся таким образом ощутить эту связь с Господом. Ощутить, что мы... Ощутить... Получить от Него, получить от Него вот этот дух преданности, дух служения. Надели меня духом служения. Позволь мне служить Тебе. И это означает надели духом служения. И также мы сможем чувствовать... Каждый раз после того, как мы вот так вот одухотворились с утра. Мы сможем чувствовать... Можем чувствовать Его присутствие в нашей жизни. И Его защиту, которую Он нам может оказать играючи Лилая. Ему это не сложно. Ему это не сложно. Гран-Тарад Шримад Багаватам Киджай. Шрила Прупада Киджай. Нита Игора Примананда Хари Харе Бол.